Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мою сегодняшнюю 1000 килокалорий. Ну, здесь, вернее, чуть меньше, потому что к этому прибавляйте ещё автоматический завтрак. Завтрак в районе 10 грамм пармезан, где в районе 10 грамм сливочное масло хорошее. Такой у меня сейчас завтрак. Сегодня обед у меня получился, даже несмотря на наличие завтрака, вполне себе в привычное время, которое я всегда обедала. То есть, сейчас ещё у меня, если точно, ещё 12 нет. Но это как раз то время, которое я всегда и приготавливала себе обед, всё это дело складывала, приготовила и снимала, и всё такое. Ну, то есть, как бы, в принципе, всё нормально. И завтрак, наверное, как бы устоялся, хотя, в принципе, ещё рано выводы делать из этого всего. Но, в общем, к этому прибавляйте ещё 100 килокалорий сыра и сливочное масло. И будет тогда ещё вкуснее. А так всё в Кето пропорции 70-20-10. И что сегодня конкретно? Сегодня у меня такой же салат, по-моему, как и вчера. То есть, здесь одна зелень, много её, правда. И 170 с чем-то грамм дайкона. Дайкон, в принципе, я его люблю, вообще обожаю. Это самая такая нежная редичка. Но сейчас я использую его, вот, как вы можете заметить, уже достаточно часто. Только потому, что сейчас, как вот так, ещё тем более перед Новым годом, такой сезон, что вообще все овощи, огурцы, помидоры и всё такое, оно всё очень дорогое. И, скорее всего, до конца зимы этот дайкон будет основным таким углеводным, вернее, поставщиком углеводов в моём меню. Углеводов и клетчатки, как говорится. Ну, зелень, само собой. Пищевые дрожжи, как вы видите. И одна сегодня ложка столовая рыжакого масла, которое всё это заправило. И сегодня я ещё вот просто вот так вот, можно было бы сливочного масла отрезать, но у меня ещё, всё ещё эти несчастные сливки, которые я покупала для пирожных. И, скорее всего, которые я, ну, может быть, ещё есть шансы, что я сделаю из них что-то ещё на новогодний стол, допустим, себе пирожное. Но они с каждым днём уменьшаются. Причём эти шансы, причём, так сказать, по разным причинам. Ну, в принципе, это сливки. То есть, это вот, кстати, у меня конкретно 36% сливки. Это такая-такая жиденькая сметанка. Ну, по нашим, так сказать, представлениям. В смысле, жиденькая, в смысле, что она жиденькая, домашняя, как домашние сливки, домашняя сметанка. Я просто её вот так ложечкой выхлебаю с большим удовольствием. Можно было, кстати, салат, наверное, заправить, но мне вот захотелось её... Я вообще, в принципе, вот это вот всё люблю, вот эти сметаны, сливки, жирные именно. И просто с удовольствием её вот ложечкой выхлебаю. Хотя, конечно, вариантов, что с ней сделать, вполне себе вообще достаточно. И фантазии, если ещё включить, вообще можно что угодно сделать. И ещё сегодня у меня основное блюдо, не совсем обычное, но как бы достаточно редкое, что тут, что я ещё делаю, как бы готовлю, как-то так себе трачу, так сказать, на это время и энергии. Ну, потому что на кето вообще можно вообще просто, совершенно просто, лениво вообще всё это делать. Но, однако, сегодня вот я сподобилась, прям захотелось. Я сегодня готовила плов, ну, так сказать, на остальных всех никитозников. И, как это бывает, я вот этот так называемый зирвак, то есть, основу плова мясную с морковкой и луком. Себе откладываю, и вот в данном случае я отложила себе ровно 150 грамм вот этого зирвака. И добавила сюда кабачки, то есть, как я это называю, а-ля фитучини. Вот они были порезаны вот такими пластиками, специальным ножиком. Летом я всё это заготавливала, и получились вот такие у меня фитучини, короче, вот, ну, такой, как бы, на гарнир сюда. То есть, это именно вот мясо, в данном случае свинина, лук, морковка, и вот эти самые типа фитучини, типа, типа, как бы макароны. Я на самом деле никак не страдаю по макаронам, по их отсутствию в своём меню. Ну, просто вот даже, я бы сказала, кабачки так, как бы так, поинтереснее просто. В таком варианте их, ну, нарезки, скажем так. И сегодня у меня на десерт просто бомбическая штука. Ну, вот это всё, это орехи плюс смородина. Смородина здесь обвалена, конечно же, в эритрите. И вот из этого всего, то есть, вот этих всех орешков, и включая эту смородину с эритритом, я сделала шоколадные конфеты. Конечно же, это сделано из горького шоколада, который 97. Но эти конфеты в данном случае, они именно сладкие. Ну, в плане того, что, конечно же, обязательно там эритрит, то есть, я с эритритом расплавила этот горький шоколад и налила их в формочки. Быстро всё это достаточно застывает, и получаются вот такие конфеттиры. конфетки, то есть, в смысле, формочку использовала, кстати говоря, формочку я использовала, это подставка для яиц, такая пластмассовая подставка в холодильнике, и я прям в неё всё это сделала. Прекрасно всё это отходит, застывает, оттуда выпадывает и так далее. Можно их ещё было бы украсить сверху, допустим. Ну, не знаю, там чем-то, чем-то ещё полить, может быть. Ну, так, это вот такие, в принципе, конфеты. Ещё вот, когда эту начинку туда запихиваешь, её можно ещё сверху слоем шоколада залить, и тогда не будет видно начинка, будет, как бы, и, так сказать, и прикольнее, что ничего не видно. Но, в принципе, вот, мне, например, даже не захотелось так делать, я хочу, чтобы было видно, что там внутри. Вот, короче, там, получается, вот эти орехи и смородина. Мородина. Ещё не пробовала, ну, подозреваю, что они, кстати, не очень сладкие, потому что я пихала, пихала, пихала туда в эритрит, но горький шоколад перебивает прям вошняцко. Это всё, в отличие от сливок, которые с этим эритритом просто приторные. Вот такие у меня сегодня получились штуки. Прям вообще, прям простаралась, я бы сказала, сегодня. Наверное, это надвигающиеся новогодние праздники уже как-то на сознание влияют, и поэтому хочется немножко такое вот, что-то такое, ну, хотя бы хоть чуть-чуть необычное сделать. Я эти конфетки наделала, и, в принципе, наверное, их оставлю именно на Новый год. Можно сделать таким образом, конечно же, и обычные конфеты для всех остальных, то есть с сахаром, ну, хотя там нужно использовать, конечно же, пудру. Может быть, вполне более подробно, как я эти конфеты делала, или там, может быть, рецепты, составляющие, и какие-то нюансы, как делать, допустим, вот шоколад, и конфеты в форме, я расскажу в своём телеграм-канале, который также называется «Жизнь Кета Бла-бла Фьюзинг Адна». Поэтому добро пожаловать и туда, и здесь, и везде, и на мой Мистик-канал. Поэтому Кета рулит, магия вечно. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах!